Удачи школы такие концерты делать, а это должно государство, в Радхаус, в Германии. Мы приезжаем, в каждую мэрию каждый месяц концерты. Стребач, пианист, третий месяц, квартир, голова, она им нужна в первую очередь, даже в 100 лет не нужна. Я в Радхаусах часто играю, вот я приезжаю, причем это очень хороший концерт, всегда полный зал, платят, пищу. Ну, это нормально. Ну, у твоих, пианистов, ну, нормально. Это зарплата за месяц у нас, в принципе. Они делают. А мы, в мэри, придешь нашу мэрию, вам нужен концерт на балалайке? Что вам ответят? Говорят, ты где-то Кащенко, где там Кащенко, где-то Кащенко, где-то Кащенко. Значит, еще раз повторяю, прошло время. Все, по-моему, он даже теперь в серединочье, подними, у него это впиталось. Но, через 525 минут будет провал. Значит, отсчитать, мы сейчас неудобно занимаемся, мы погладаем на 3 часа ночи. Но через сутки второй еще провал. Последний провал через сутки. Значит, до завтрашнего вечера ты хоть раз это дело должен повторить. Перед сном, и завтра с утра перед завтраком. Вот просто. И пошел. И ты до пенсии это место заполнишь. Теперь, девичек, там еще одно местечко такое было, ты там большим пальчиком, без папу учили. Там тоже не попадало. Мы сейчас это не будем с тобой учить, чтобы время не терять. А ты дома также выделишь себе эти 4 нотки. И вот так, как мы поиграем 5 раз, отвлекся, написал, мам, я тебя люблю, и второй раз сыграл. Знаешь, на чем пиши? На сапфе. Я сейчас дочки так делаю, да. Ухожу с утра, она просыпается, и папа, а я ей какой-то там купил сладкий какой-то, сейчас пастилу какую-то поставил. Грецкие орехи привез в семье, эти довольно хорошие. И на салфетчу не сердечко рисую. И ушел. Теща, месяца. А я весенник. Тут теща бывшая, тем более, месяца. Так, я тебе вручаю диплом участника мастер-класса образовательного центра из Гурия Таня Чебашмика, народного артиста России. Это невозможно. И ты, когда будешь поступать в Академию Гнессиных, может, борода вырастет у тебя будет, может, еще что-то изменишься. Я тебя в лицо не узнаю. А вот эту бумажку принесешь, и я тебе добавлю баллов. Вы, главное, в разные годы поступайте, а то, если вы все в один год придете, у меня же места ограничены, бюджетные. Но это мы потом решили. Давай, сфотографируемся. Да, надо сфотографировать. Чтобы вы не устали фотографировать, чтобы почувствовать себя звездой. А вы думали, как модель жизни. Знаете, какая тяжелая? Давай, посередине, а я вот здесь. Ой, извините. Есть? Спасибо. Обычно. 5 минут перевык, и следующий товар. Пожалуйста. Пойдем к вам, где здесь можно позвонить в поле, и в путь. Пойдем к вам, где здесь можно позвонить в поле. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Ну давай. Что? Да это так сели. Да это так сели. Ну как? Стоять. Стоять. Ну давай. Ой, не бойтесь. Она на самом деле любит людей. Это инструмент, который любит людей. А люди любят людей. Майлики, мать. Майлики, мать. Майлики, мать. Ого. Майлики, мать. 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 И вот такое движение, от сердца, только вот так, и ты представляешь, что у кого считаешь, предложим исполнить его. Представишь, что на концерте откликнется и скажет, что профессор на ногу запомнил. С каждым вставать откликнется, это сложно. Значит, Сереж, вальс – это что такое? Что это за такое название? Это песня или это танец? Танец. Небельный и красивый. И главное, чтобы без остановок. Потому что представь, вот Фалина, и вот молодой человек, допустим, будут танцевать, и вдруг ты остановился. Что его тогда делать? Вот так стоять на ногу. Ты поднялся, чтобы наступить, а ты взял и остановился. Что его делать в этот момент? Ждать? Нет. А танцевать же нельзя, вальс-то закончился на какое-то время. Наша задача с тобой – не остановиться. Вальс танцует, где-то кто на танцы ходит? Ну, молодой человек, ты танцевал? Нет? Я раньше. Ты раньше ходил? Давай, выходи. Вот вы сейчас танцуете вальс, а у Сережи будет мотив, чтобы не останавливаться. Мы тем самым попробуем повысить мотивацию. Отстань, Маню. Иди, иди, иди. Маню, вставай, значит, вы же на болезни ходили. Я вальс не танцевал. Я вальс не танцевал. Ну, посмотри, там как… Помогите нам, как вальс танцевал. Я вальс не танцевал. Как-то они должны друг другу взять. За руку. Вот. А, вот так точно. Вот. Вот так. Да, чтобы ты уж одеждаешься тогда. И делаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Вперед шаг. И в сторону. И в другую, чтобы голова не закружилась. Правильно, иди. Правильно, иди. Попробуй. Ты делаешь шаг в сторону. И очень интересно. Сейчас ты будешь играть, и нельзя садить. По счету. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, и два, три. Приставим. Потом ты делаешь вперед, а Полина в сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. В общем, раз, два, три. Серёж, у тебя уникальные случаи. Я первый раз в жизни это делаю, того из кадра мы видим, а то меня убудет. Это же отчёт. Не-не, вы-то в кадр, дети, где-то в кадр. Сюда вставать, сейчас будем вместе. Ну, Серёж, теперь не подъеди, давай мы распадаем. А то мы сейчас, не дай Бог, ещё упадем. Вставать в кадр. Сюда вставать в кадр. Давай, давай, давай. Блин, давай, давай. Ты не грустаешь. Молодец. Я не знаю, специальный метр, но он почти не остановился. Пару раз затянулись у него. Ну, в общем, молодец. Мы сейчас не подъём. Мы помогли, чтобы не стали. Мы потанцевали. Серёж, я сделаю с тобой фразеолог. Знаешь, что такое фразеолога? Да. Эта музыкальная фраза имеет интонацию. Наша речь имеет интонацию. Когда ты просишь конфетку, как ты говоришь? Пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Ну, ты так говоришь, как будто ты бюджет просишь. А если надо попросить, чтобы маме понравилось, как ты скажешь? Маме, пожалуйста. Вот, уже изменилось. А если ты требуешь конфету? Ну, конфету требовать некрасиво. Что можно требовать? Маме подсказывайте. Обед. Ну, обед. Да, хочешь кушать? Маме, кушать хочу. Ну-ка скажи. Маме, кушать хочу. А теперь требовательный. Сильно хочешь кушать? Прям утвердительный скажет. Маме, кушать. А, видимо, какой хитрый. Он через жалость пошел. Он пошел через жалобную интонацию. Молодец, я тоже так делаю. Теперь давай вопрос. Ну, там, кто-то у меня у дочек спрашивает. Когда папа с работы придет? Вопросительная интонация. Когда папа придет с работы? Или какой-нибудь вопрос нам придумайте свой, который вы не знаете. Помогите, пожалуйста. Когда мы пойдем в Макдональдс? О, хорошо. Ну-ка, вопросительная интонация. Когда мы пойдем в Макдональдс? Когда мы пойдем в Макдональдс, да? Или когда мы пойдем в Макдональдс? Ты чувствуешь, что можно на когда сделать акцент, а можно на Макдональдс? Вот это называется интонация. Сереж, в музыке то же самое. Ну-ка, сыграя вальс. Вот ты пришел. И утвердительная интонация здесь, да? Здесь вопросительная. Да. О! Значит, сюда мы с тобой должны сделать, увеличить громкость звука. Ты знаешь, что такое крещена? Нет еще? Вот мы сейчас тебе нарисуем. Это значит, каждый рот угромщий. Дмитрий Владимирович, вы же знаете, что я вам подпишу с большим критетом и уважением, поэтому не даю вам в огромности отдохнуть. Сыграйте нам, пожалуйста, вот эту сейчас пройдите. Пьем и два такта. Сыграйте седьмой партой, пожалуйста. Ну, может быть, какой-то небольшой. Нам партой, чтобы он пройдет на нас. Сережа, наша задача сейчас подожду, я даже сделаю, что я не готов. Задача какая? Мы сейчас слушаем, как сыграет Дмитрий Владимирович, и ты копируешь точно так же, как он твой партой сыграет. И ты сыграешь точно, как он это сделает. Давайте попробуем. Внимательно, слушай. Два раза буду слушать. И еще разочек. Ну, давайте в третий раз контролим, как говорится, да? Отлично. Теперь повторим. Один без Дмитрий Владимирович. Тоже самое. Такую интонацию. Все-таки Кляк, а Дмитрий Владимирович Кляк, по-моему, не приходил. Дмитрий Владимирович, теперь давайте сделать нам совсем другую интонацию, чтобы он удивился, и он должен ее скопировать. Прямо конкретное крещено какое-нибудь, да? Или конкретное гимнолинго. Чтобы он услышал эту разницу и сыграл по-другому. Ну-ка, давай внимательно послушаем. Сейчас тебе себя. О, как интересно. Ну-ка еще раз. Ты понял, что сделал Дмитрий Владимирович? Ой, какой талантливый и хитрый музыкант. Ну-ка давайте, Дмитрий Владимирович, еще раз уж к нам то же самое. Повторите, пожалуйста. Ну-ка давай так же с китриком. Повторите. Начать надо громко и сделать именно это, сделать тише. Дмитрий Владимирович, будете на этом, маме, ладно? Потому что вот эта работа с интонацией на начальном этапе, она сложно даётся, тут ручки ещё не стоят, но за нами он всё сделает, он слышит. Договорились? И ты всё время слушай, как мил Владимир Человек. Теперь давай наше опытное упражнение, которое мы сейчас сделаем, ты Кузнецик уже видел? Сыграй вместе. Ну, представляешь ли потом биографию напишешь? Играл с такими музыкантами как? Народный артист России Дмитрий Леонидович Мацулович, мы её дарошку протоктали, он теперь будет, тоже нас приглашает. Юрий Абрамович Пашмет, который мастер-класс его организует, он тоже любит с детьми играть, с артистами. Хоть да хоть концерт Чемороза, хоть как-то. Ну и потом день меня он поменёшь. Ну, с меня начинаем, я первый буду с тобой, кто играл по фесту, вместе. А потом уж дойдёшь и до народных артистов. У меня так и было. Я в 41-м с народным артистом сыграл, а Тюрин уже восемь, по-моему, было. Ну, давай. Сыграй. Повернись. Чуть-чуть ко мне. Витрий Леонидович, джазовый компонент Кузнечику можно делать, потому что композитор убил, к сожалению, уже недавно. И вы можете этот джазовый компонент, который мог публикать. Так что, вот, можете пока поговорить. Давайте попробуем. Значит, мы ставим с тобой 4 панчика на ряду. На волос, на волос, на волос и на 7. Все 4. У нас это вагончики, которые стоят на рюксе. Ребят, какой-нибудь другой сюжет есть, вагончик на рюксе? Вы тоже используем.